Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Рассказываю про игру Пикимон. Я, конечно, в игры не играю. Это сделано ради вас, уважаемые зрители. Просто скачали программу для того, чтобы объяснить, всё-таки, как это всё устроено. Вроде в России сказали, что это не работает. Ещё работает только в Америке. Уточните в комментариях. Работает через австралийский iTunes какой-то. Скачивается. А, да? Да, уже скачивается. Понятно, работает. Я отстал от жизни. Ну вот, Ир, расскажи в двух словах, что нужно делать. Ну, скачиваешь аппликейшн, вот такой Покемон. Вот такой Покемон Го. Так, Нинтендо сделала. Создаёшь свой профайл. Вот у меня, вот я. Ну, здесь можно костюмчик сделать. Если блондинка сделала. Ты можешь быть в группе, можешь один. Я пока одна. Вот. И вот это показывает наш локейшн. Вот он, вон он, наш океан. Ну, локейшн, давай, не все знают английский. Наше местоположение. Да. Ну, в общем, вот. И, в принципе, сейчас ночь, тёмная картинка, днём она светлая. Потом вот есть несколько Покостанций. Вот. То есть, вот наш ближайший. Что такое Покостанция? Ну, здесь ты приходишь, чтобы, когда ты сюда доходишь, здесь можно приобрести шарики, которые ты бросаешь в Покемона. Ну, и разные другие. Ну, приобрести не физически купить, а дойти до места и здесь в компьютере приобрести. Да, понятно. Вот они шарики. Вот этими шариками ты бросаешь. Вот он, шок. То есть, цель игры – бегать по территории вокруг тебя и стрелять, стрелять в этих Покемонов. Ну, просто когда ты доходишь до нужного места, и вот, например, вот не рыба – это значит, где-то рядом он. Вот, например, этот цыплёнок где-то рядом. И если он появляется, то открывается экран, и показано место, ну, вживую, как бы, настоящее место, и ты начинаешь кидать шар и ловишь его. То есть, он включает, включается камера телефона, и она показывает. То есть, например, сейчас включаясь наша камера, была наша комната, и по ней прыгал Покемон, и мы в него бросали шары. То есть, это интересно. Я уже троих поймала. А ещё есть вот такие джимы. Ты сюда приходишь, вот этот профессор, который говорит тебе… Так, сейчас открою себе. Так, ну я ещё просто на втором уровне. Ну, давай. Сейчас, секундочку. Ужасный этот. Ладно, давай. Реклама бизнес-молодости будет. Я пытаюсь посмотреть их семинар в Америке. Вот, то есть, ну, сейчас я ещё не могу запретить, потому что нужен пятый уровень. Я пока что только на втором уровне, у меня три покемона. Но здесь я буду тренироваться и их ловить. Вот. Так же здесь есть вот карта. В общем, интересно, когда ты начинаешь идти. То есть, ты начинаешь идти физически, и вот этот человек передвигается с тобой. Я не понимаю. Это круче, чем в Симпсе, потому что в Симпсе там всё не настоящее, а это получается как бы настоящее. Короче, пустая трата времени. Юра, ты же ни разу не ловил, ты же не знаешь, что это такое. Ну, я не понимаю это. Я понимаю, что ещё там в детстве я играл в какие-то игры. Ну, самое главное, Пикачуф поймать. Прежде чем Пикачуф поймать, надо всех вот этих поймать. Это Пикачу, это кто такой? Ну, это жёлтенький вот этот, я не знаю. Понятно. Главный Пикемон, да? Главный, да. Ясно. Ну, это если ты, ну, как сказать, ну, просто все в это играют. Это интересно узнать, что это, почему нет. Все абсолютно во всём мире сейчас в это играют. Ну, есть же и случаи, когда задавили ребёнка, да? Когда ещё что там сделали, я не помню. В общем, игры. Ну, ребёнок шёл через дорогу, уткнулся в телефон, сама виновата, не обратила внимания. Понятно. Ясно. Всё понятно. Уважаемые зрители, выполнил просьбу, рассказал вам про игру Пикемона. Скачуете, пробуйте, это интересно. Я бы лучше думаю, что лучше всё-таки почитать Киосаки. Наверное. В свободное время. Всё, пока.